здравствуйте друзья с вами александр боблева и мы с вами сегодня будем создавать свои собственные шаблоны для презентации в программе power point тот что вы видите на экране это базовый шаблон который идет пакете microsoft office в интернете есть много уже готовых красивых даже очень красивых шаблонов которые можно скачать и на их базе делать свои презентации но иногда бывает так что за шаблоном тянется большой и не очень хороший хвостик и еще хочу сказать что и я не исключение и думаю что многие хотят делать что-то свое но не знаю как и я вам хочу показать сегодня как можно просто и доступно сделать свой собственный шаблон для шаблона нам понадобится всего-навсего одна картиночка и так что мы делаем на пустом месте слайдом правой кнопкой мыши мы открываем панельку и находим формат фона выходит вот такая панелька и здесь нам нужно поставить галочку или точечку напротив надписи рисунок или текстура по умолчанию всегда выходит вот такая текстура но меня интересует вот такая кнопочка файл и я сейчас вот здесь уберу галочку смотрите здесь ушли функции изменилась сама текстура но как я уже сказала меня интересует вот эта кнопочка файл и я попадаю в свою папочку где у меня собраны специальные картинки для фонов и так из всего этого набора я возьму вот эту и вставить вот так картиночка встала на наш слайд с вами нравится можно в таком виде оставить но я сейчас делаю некоторые преобразования я поставлю на место ту галочку которую убрала смотрите как стал выглядеть наш фон появились опять функции и сейчас попробую с ними поработать и так функция выравнивание что это такое если открыть вот этот треугольничек у нас идет по верхнему краю по верхнему правом по верхнему левому по нижнему то же самое и есть по центру я попробую вот центр смотрите как встали мои цветочки есть еще функция тип отражения на данный момент его нет но как всегда открываем треугольничек есть отражение по горизонтали по вертикали а я выберу вот по горизонтали по вертикали и нашему вашему отлично есть еще такая функция прозрачная прозрачность здесь бегающий такой бегуночек и если его двигать вот здесь смотрите как меняется цвет фона и вот при помощи этого бегунка можно выставить чуть угадывающийся такой фон или посильнее но я оставлю первоначальный что еще здесь интересного а интересного здесь вот эта функция масштаб масштаб по оси x по оси y то есть по горизонтали и по вертикали и давайте попробуем что-то получить так вот я на 20 процентов уменьшу то есть поставлю 80 по горизонтали и поставлю 80 по вертикали наблюдаете как меняется фон на слайде и вот все преобразования какие тут были предложены я сделала здесь еще есть смещение это уже на ваше усмотрение я оставлю по нулям и в общем то все фон готов но фон то у нас готов только для одного вот этого слайда как видите я открыла макеты они все пустые и это только сиюминутные поэтому для того чтобы у нас все макеты были одного вида как на этом слайде нужно нажать всего только одну кнопочку применить ко всем нажала открываем макеты шаблон готов но бывает у нас такое и зачастую у меня такое бывает что-то сделала и машинально могу нажать вот на этот кресик или тут закрыть закрыла шаблон это остались прежние и можно опять также формат фона нажать но есть еще один путь который я вам сейчас напомню вы его знаете но я все таки рискну напомнить открываем кнопочку дизайн и вот здесь справа есть кнопочка стиль фона мы нажимаем эту кнопочку и внизу есть две надписи формат фона и восстановить фон слайда так вот мы нажимаем формат фона нажали и у нас вышла та же самая панелька я вам показала два пути для этой функции вы выбираете то что вам удобнее и так я нажимаю применить ко всем смотрите сразу же там где шкала тем которые предусмотрены самой программой сразу выделяется тема которую мы задали тема офиса используется на всех слайдов если мы сейчас зайдя на главную откроем макеты мы увидим что все макеты одного вида ну вот получается что мы шаблон создали опять же если мы закроем на данном этапе свою работу он у нас не сохранится поэтому нам нужно сохранить свою презентацию или шаблон в том виде в каком мы создали открываем вот эту кнопочку кнопка офис в офисе 2010 года 2013 года там стоит файл и красный такой прямоугольничек нажимаем выходит панель ищем сохранить как можно выбрать из этого перечня как вы будете сохранять выбираем функцию презентация powerpoint нам же нужно в дальнейшем в этом шаблоне работать и вот вышла панель для сохранения но как я уже сказала мы все иногда торопимся я забегаю сюда не глядя нажала сохранить как и все равно выходит опять это же панелька и я выбираю на рабочем столе свою папочку вот она бесшовные фоны презентация 1 это презентация у меня базовая название базовой презентация но я то создала свой шаблон и поэтому я здесь меняю название то которое мне нравится многие ставят просто цифры но я напишу текстура с зелеными цветочками вот так оставлю так текстура зеленый цвет я пойму потому что будет виден рисунок и нажимаю сохранить вот в этой строчке ничего менять не надо нажимаю сохранить и вот друзья мои мы с вами создали свой собственный красивый шаблон на следующем уроке я вам расскажу что можно еще с ним сделать на сегодня все с вами была александра боблева а а а и а а а а и и Субтитры создавал DimaTorzok